Украина намеревается стать полноправным членом ЕС и ожидает, что Европа подтвердит такую возможность. Об этом после окончания заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил президент Петр Порошенко. По его словам, соглашение об ассоциации стоило Украине очень дорого, поэтому страна заслужила место в семье западных стран. Порошенко выразил надежду вскоре услышать заявление, где европейское сообщество подтвердит такое право украинского народа. Напомню, сегодня Украина и Евросоюз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Хронологии этого исторического события далее в сюжете. Подписи под соглашением об ассоциации поставили глава Европейского совета Херман Ван Рампёй, президент Еврокомиссии Жозе Манель Борозу, а также главы государств и правительств стран-членов ЕС. Петр Порошенко отметил, что сегодня исторический день для Украины, самый важный с момента обретения независимости. Я подпишу соглашение вот этой ручкой, на которой написано «Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной, Вильнюс, 29 ноября 2013 года». Тогда это не состоялось. А теперь я поставлю свою подпись той же самой ручкой. И это говорит о том, что исторические события необратимы. За последние месяцы Украина заплатила слишком высокую цену за то, что ее европейская мечта стала реальностью. Сегодняшнее соглашение начнет действовать с осени нынешнего года, после того, как оно будет утверждено Верховной Радой. Ратификации парламентами 28 европейских стран не потребуется. Президент Евросовета Херман Ван Рампёй заявил, что в Украине люди отдали свои жизни ради того, чтобы стать ближе к Европейскому Союзу. «Общая цель – ваша полная интеграция в рынок Европейского Союза, самый большой и богатый в мире. Безвизовый режим сблизит нас, и он уже введен для Молдовы. Перемены внутри общества, в системе управления принесут более благополучную и безопасную жизнь вашим гражданам, жизнь в семье европейских стран, которым они по праву принадлежат». Со своей стороны президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу сказал, что эти соглашения – логическое завершение пути, начатого более 20 лет назад, когда Украина, Молдова и Грузия стали независимыми государствами. «Сегодняшние соглашения являются самыми амбициозными документами, которые Европейский Союз подписывал за последнее время. Они позволят нашим партнерам проводить реформы, укреплять верховенство закона и проводить хорошую управленческую политику, а также дать импульс экономическому росту в регионе благодаря открытию доступа ко внутреннему рынку и углублению сотрудничества во многих секторах». «Экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает вхождение Украины, Грузии и Молдовы в зону свободной торговли Евросоюза, как следствие либерализация торговли, движение капиталов и рабочей силы. В результате украинские экспортеры будут экономить до полумиллиарда евро ежегодно». Александр Мужичук, БТБ. Также в рамках визита в Брюссель президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Финляндии Александром Стубом. Стороны говорили о событиях в Украине и возможных путях стабилизации ситуации в восточных регионах. Александр Стуб поддержал мирные инициативы Петра Порошенко и согласился. Они открывают возможности для урегулирования противостояния мирным путем. Однако собеседники пришли к выводу, что в случае, если Россия не предпримет реальных шагов, направленных на деэскалацию конфликта, возникнет необходимость введения новых санкций. Президент Украины также объявил, что примет решение о продлении перемирия на востоке Украины после возвращения в Киев. Режим прекращения огня, введенный киевскими властями, истекает в пятницу вечером. Это решение будет принято мной по возвращению в Украину после проведения необходимых консультаций с министром обороны, командующим Нацгвардии, министром внутренних дел, начальником Генерального штаба и другими членами Совета национальной безопасности и обороны. Но, безусловно, если время окончания огня заканчивается сегодня в 22 часа, это решение будет принято сегодня. Подписание соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом празднуют более 500 человек на Майдане независимости в Киеве. И о том, какая атмосфера царит в центре столицы, расскажет наш корреспондент Екатерина Доброгорская. Она как раз там находится. Катя, здравствуй. Что происходит сейчас на Майдане и как украинцы празднуют? Расскажи. Здравствуйте, Оксана. На центральной площади страны сейчас находится около, наверное, полутора тысяч. Люди радуются, запускают в небо шарики, обнимаются, некоторые даже плачут, рассказывают, что помнят, как были еще на первом Майдане, как начиналось все, как они боролись за европейское будущее нашей Родины. Прямо сейчас на сцену Майдана вышел детский хор, они поют патриотические песни, четверть присутствующих одеты в национальные костюмы, либо принесли с собой флаги Украины и Евросоюза. В целом атмосфера на Майдане радостная и праздничная. Студия. Спасибо, Катя. Я напомню, на связи с нами была наш корреспондент Екатерина Доброгорская, которая сейчас вместе со всеми, со многими украинцами празднует подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом на Майдане независимости. Евросоюз ведет санкции против России, если Москва до 30 июня не предпримет ряд шагов под эскалацией ситуации в Украине. Это решение было принято в Брюсселе на заседании лидеров ЕС. В документе отмечается, что до этой даты должны быть предприняты меры, в том числе и соглашения о верификационном механизме под мониторингом УБСЕ в отношении прекращения огня и эффективного контроля за границей, возвращение украинским властям трех пунктов пересечения границы из Варина, Должанский и Краснопартизанск и освобождение заложников, а также начало существенных переговоров по имплементации мирного плана Петра Порошенко. Начался второй раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече присутствуют Леонид Кучма, Виктор Медведчук, представители ОБСЕ и Российского посольства в Украине, а также представители так называемых ДНР и ЛНР. Напомню, первый раунд консультаций состоялся в Донецке в понедельник. В Артемовске, Донецке, Краматорске и Славянске боевики продолжают атаковать силы антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА. Напомню, сегодня ночью четверо военных погибли, пятеро получили ранения во время боя под Краматорском. В результате ответных действий украинских военных один танк противника уничтожен и один захвачен. Боевикам удалось подбить четыре наших БТРа и один миномет. Террористы обстреляли также позиции сил АТО на горе Карачун, близ Славянска. По данным руководителя Центра информационного сопротивления Дмитрия Тымчука, одного украинского военнослужащего ранили. Около пяти утра в Артемовске бандформирования напали на военную часть. Украинские солдаты отбили штурм, потерь среди силовиков нет. Также в Артемовске неизвестные обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел после обстрела воинской части вооруженными боевиками. Получив несколько выстрелов в лобовое стекло, водитель автобуса потерял управление и врезался в гараж одного из частных домов. Мужчина погиб на месте. Пострадавшую женщину доставили в хирургическое отделение, где она скончалась от тяжелых ранений. Вблизи административной границы Херсонской области российские войска перемещают технику и личный состав. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Так, минувшей ночью на Арабатской стрелке к блокпосту российских войск прибыло два бронетранспортера, две боевые машины пехоты и грузовики с четырьмя орудиями на прицепе. Кроме того, погранслужба сообщает, что российской стороной осуществляется разведка пограничных районов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Азово-Черноморским региональным управлением Госпогранслужбы также проведена адекватная передислокация сил и средств в этом районе. После выпуска новостей смотрите программу «Национальный интерес», ну а сейчас финансовая информация для вас. До встречи на БТБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова